Здравствуйте! На Вио Рейсе Бангкок Москва произошло ЧП. Там молодой человек захотел к себе особого отношения, в грубой форме потребовал вип-обслуживания. Но самое интересное, чем он это мотивировал? Тем, что он сын губернатора Красноярского края Александра Уса. Сразу скажу, что он оказался не сыном губернатора Красноярского края. Дело дошло даже там, там на борту до потасовки. Самолет посадили в Узбекистане. Молодого человека, еще одного, которому там помогал, задержали. И сейчас они там находятся, в Узбекистане. Может быть, уже отпустили на момент выхода ролика. Так вот, самое интересное, его сразу русскусили. Потому что настоящий сын Александра Уса, Артем Ус, находится сейчас в Италии под домашним арестом по обвинению в отмывании денег и ухода от санкций, обхода санкций. Самое интересное, кто его обвиняет? Америка. И если он в лапы американцев попадет, сидеть ему придется долго. Его и здесь, в России тоже в чем-то обвинили, даже арестовали заочно. И что-то мне подсказывает, лучше, чтобы его экстрадировали в Россию, чем в Америку. Тут бы потом оказалось, что и дело-то какое-то такое несерьезное. И вообще закрыть его пора, потому что там давность лет уже. А вот что с папой Александром Усом, который сейчас губернатор Красноярского края? У него что ни год, то скандалы. Вот в 22 году арестовали Митвеля. Арестовали его за то, что во время проектирования Митвель занимался проектом метро. И пропали, недосчитались, 950, чуть побольше 900 миллионов рублей, почти миллиард. Самый громкий скандал это были пожары. В Красноярске самое большое богатство это лес, который продается в Китай. В Китай лес продается и лес горит. Вот сколько в Китай поставили и сколько сгорело, посчитать очень трудно. Прокуратура даже выявила, что с помощью одних преступлений, то есть пожара, скрываются другие преступления. Это кража леса. Сколько там украдено, сейчас предположить трудно. Об этом первое заговорило это глава счетной палаты Крахноярского края Татьяна Давыденко. Да, вообще на самом деле ни для кого не секрет, что в Китае гонится огромное количество составов просто кругляка обычного леса. А взамен мы получаем, мы покупаем у них хорошую дощечку, а также дешевый ламинат. Поэтому нам же надо развивать свое производство, чтобы деньги оставались у нас в стране, чтобы было пополнение бюджета, чтобы люди зарабатывали. А так получается мы просто-напросто отдаем все в никуда. Наши природные богатства истощаются, 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 а точнее просто горят, а кто-то наживается. На протяжении всего срока, что Александр Уц занимает должность губернатора Красноярского края, его сопровождают какие-то скандалы. Ну все более около такие коррупционные. Ну, освоение бюджета дело такое, понимаете. То какие-то родственники или друзья замешаны в каких-то схемах. То компания, которая присосались к бюджету, как-то связана с Александром Уцом. То там, то там что-то появляется. Но самое громкое, это конечно вот этот пожар в лесах. Потому что, сколько сгорело, сколько вывезли, абсолютно непонятно. Абсолютно неизвестно. Красноярский край, Александр Уц. Ну, в общем-то, по мнению политологов, ему припомнят все. Ему припомнят и дело Митволя. Митволя, даже не знаю, как поставить ударение. Ну, потому что такая огромная сумма, которая исчезла вдруг в неизвестном направлении. Но без ведома губернатора этого происходить никак не могло. Ему, конечно, припомнят и вывоз леса в Китай. Ему припомнят эти странные пожары, которые, в общем-то, можно связать с вывозом леса. Потому что, действительно, как люди говорят, знающие. Но не может быть такого. Это не случайно подобные пожары. Я полагаю так, что, в общем-то, его кандидатура в 2023 году, ну, кандидатура на ухода со своей должности. А если учесть, что его сын находится сейчас в Италии, вопрос заключается в том, как он попал туда, в эту Италию. Что он там делает? И почему, например, он не находится там, где находятся нормальные мужчины? Специальная военная операция. Я бы вообще проверил бы всех детей подобных руководителей нашего государства, губернаторов имеется в виду. Что они делают? Где они сейчас находятся? На взгляд политологов, профессиональных, я и разделяю этот взгляд, что кандидатура Александра Уса – кандидатура аутсайдера. Это совершенно очевидно. С этим согласны все политологи. Сергей Ус – это не настоящий сын Александра Уса. Ему, наверное, дадут какой-нибудь штраф и отпустят с Богом. Хуже дела у Артема Уса. Его-то, если он попадет в лапы американского правосудия, так быстро не отпустят. Возможно, придется его обменивать через лет так, ну, сколько-то, как будто. А вот что будет у Александра Викторовича Уса, губернатора Красноярского края, в 2023 году, мы посмотрим.